Я сидел И вот теперь Муслим Агамаев попросил на всесоюзном тогда радио, чтобы ему прислали несколько голосов, для того, чтобы записать песню для кинофильма, он почему-то снимал про афганцев. И он из этих голосов выбрал мой. Я приехал из Челябинска, пришел к нему домой, я недавно ходил по Брюсовому переулку и думаю, ну как это, вот тебя, это разве не везуха? Тебя выбрали просто. И ты с Магомариевым общался. Но то, что он мне сказал, я не буду никому говорить, потому что это же совсем запредельно. Вы знаете, я послушал ваше интервью многочисленное. Одно и то же, одно. Знаете, очень тяжело, да, на самом деле, выискать. Но мы все-таки постараемся, вроде мы с такой задачей справляемся. Вы сказали, что мама всегда в детстве вас ругала. И вообще с тех пор вы не очень любите, когда вас хвалят. Я, пусть там в шутливой манере, но вас хочу, так сказать, поругать. Значит, когда-то на вашем концерте в Олимпийской деревне, я пробравшись, денег не было у меня студента. Я с товарищем, который здесь вот находится, Руслан Литвалиев, аккредитовал его как фотокорреспондента. И вы сказали там одну уникальную фразу, после чего... После моих концертов я знаю, что вам всем хочется напиться. И вот с Русланом мы только дождались, значит, этого окончания концерта, побежали на Миклуха Маклая в студенческое общежитие, включили диск Олега Митяева и напились до таких чертиков, что диск этот репитом играл, наверное, еще трое суток. Вот, это... Припоминаете такое или я фантазирую вам, кажется, чуть-чуть? Нет, я думаю, что вот вам хочется напиться, я думаю, что всем хочется напиться. Да, я не знаю, как это получается. Я обычно думаю, что надо писать даже на афишах, что осторожно, после концерта захочется выпить. Но я не фантазирую. Вот так и не напиться, а выпить. Ну, выпить и напиться. Ну, это уже потом получается у кого как. Я просто хотел спросить, я себе сам это не фантазировал, потому что это в каком-нибудь 2001 году было. То есть, так это лет по 20... Нет, это всегда, это и продолжается. Дело в том, что Вова Крестовский, он тоже, значит, мечтал, значит, приехать в Москву, познакомиться с Митяевым и напиться. Потому что, и потом они, его познакомил с моими песнями какой-то рокер по кличке Ганс в Днепродзержинске. Они там с братом сидели, и, значит, и он после этого выучил тоже очень много моих песен наизусть. Ну, все какие были на тот момент, а ведь мы с ним так и не напились толком там. Как-то получается, то он не пьет, то я не пью. Вот так они не совпадали. А вы с Володей Крестовским дружите? Да, да. Я когда как-то лежал, смотрел телевизор, первый клип появился «Проститься». И проститься, нету сил, закрываю. Я глаза закрываю. Сквозь туман уплывая по аллеям столицы. Я думаю, ты смотри, оказывается, есть же хорошие ребята у нас. Вот, и по телевизору показывают, и все. Потом мне стали говорить, она как-то порнорадио везде, говорит, слушай, хорошая у тебя новая песня. Говорит, ты смотри, какую ты написал песню, и поешь, и голос у тебя такой молодой. Вот все думали, что это моя. Ну, не все, но многие мне звонили и об этом говорили. А оказывается, что Вова Т. Крестовский вырос на песнях Митяева. Он зарабатывал ими деньги в столовой номер 362 в городе Нижнем Новгороде. Вот так вот. Так что он знает наизусть больше моих песен, чем я. Сейчас Ума Туруман уже не звучит много лет из каждого тяга, и, наверное, все равно для артиста это. Конечно, они там видно, работают, но вот хит тоже заложник. Несколько хитов остаешься, и потом уже как-то трудно, чтобы народ повеял во что-то другое. Ну, во-первых, продюсерская вот эта история, ее нельзя... Друзья, значит, они не встретили настоящего продюсера, а вначале у них был продюсер, который их двигал и показывал, потому что все-таки, возвращаясь к началу нашего разговора, как только ты чуть-чуть поинтереснее и повыше показываешь, так в тебе сразу не нуждается ни один канал, ни радио, ни телевидение, потому что общая интеллектуальная возможность аудитории все ниже, ниже и ниже. К сожалению, у меня такое подозрение, что специально это делается. Просто если мне раньше бы сказали, это специально, пройски такие хотят, чтобы такое было обыдление нации, и тогда ими проще управлять. Вот, если я раньше говорил, ну ладно, ну чего это, то сейчас у меня закрадывается подозрение, что это так, потому что, ну как же... Или тогда мы просто верим Юрию Висбору, который сказал, все на продажу понеслось, и что продать, увы, нашлось. В цене все то, что удалось, и спрос не сходит на интриги. Явились всюду чудеса, рубли раздав, как паруса, и рыцарские голоса, смехоподобные, как вереги. Шторы парусом надуваются В нашей комнате в день сурка И в полет наш дом отправляется И штурвал не в наших руках Наш ковчег плывет между облаков Чешуя речушек блестит Как ртуть, ты прости нас, Господи Дураков, ты спаси нас, Господи Как-нибудь наш дом несет сквозь утро От горести и в побег Навстречу неизвестности Сквозь яблоневый снег Навстречу неизвестности Сквозь яблоневый снег А с небес все видно Все знающих И становится Очень жаль Всех потерянных Отбывающих В бесконечную Эту даль Нежно любящих Разлученных всех Жаль заброшенных Кто ничей И притихший парк И забытый смех И, конечно же, всех врачей А дом несет сквозь полдень Над миром, как во сне Навстречу невозможности Разлуки по весне Навстречу невозможности Разлуки по весне Кто-то борется Кто-то молится Кто-то силится Выйти в знать Кто-то век теперь Не отмоется И чем все кончится Не узнать А ковчег плывет Между облаков Чешуя речушек Блестит Как ртуть Ты прости нас, Господь Дураков Ты спаси нас, Господь Как-нибудь А дом несет Сквозь сумрак Над океаном бед Навстречу неизбежности У каждого в судьбе Навстречу неизбежности У каждого в судьбе Тоже много раз слышал Как вы рассказывали Как все это пишется Вот Александр Яковлевич нам рассказывал Буквально несколько дней назад Чтоб написать за пять минут Хорошую песню Которую, как он написал казачью Вынося мусор Надо много-много лет Потрудиться Чтоб на плечико села Птичка по имени Муза И вот это все написалось С вами это как происходило? Ну, я здесь Наверное, больше согласен С Михаилом Михайловичем Жванецким Который говорит Сидишь, пишешь, пишешь Что-то херня какая-то Значит хит Вот непонятно, как это происходит Ну, можно, да Можно потрудиться А можно, как от Светлана Тома Стоять на остановке просто Никакого отношения не иметь к кино И просто проезжает мимо режиссер И говорит, девушка А И вот ее и знает Суперстат Вся страна Тут, мне кажется, больше судьба И все И вся жизнь у девочки сложилась Ну, я вот тоже думаю Если б я написал только Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались Качнется купол неба Большой и звездно-снежный Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались Я бы сейчас ходил и выпивал Просто с людьми И быстро бы спился Интересно, что эта песня была у вас фактически первая Да Она, кстати, вот эта, знаете, как роль Шурика Которая прицепилась к нему И многие стали заложниками Своих каких-то хитов, шлягеров Которые оставили их в том времени Но у вас-то пошел не то, что прогресс А дальше вышли с большим развитием Дело в том, что это развитие Ну, я не скажу, что никому не нужно Но вот если бы мы могли выбирать То стоило бы еще подумать Либо писать песни такие, какие поет Елена Камбурова Допустим, да? На высокую поэзию, на красивую музыку И собирать маленькие залы Потому что большие залы у нас собирают Подготовленные первым, вторым, третьим, четвертым Ну, пятый, пропустим Каналами аудитория Да, вот она, она чуть-чуть выше И все, ей уже этого не надо А вот попроще там и все Кто думал, что вот этот быдляк Будет по первому каналу идти три аккорда? Ну, как, когда несколько лет назад Там на третьем канале, по-моему На каком-то, не первом Провели Новый год в стиле шансон И Вероника Долина написала Такую разгромную статью Как вы можете, что вы хотите Что эти люди, которые зарежут вашу дочь в подъезде И вы вот этого вываливаете все И что вы вас сеете Чтобы потом Это было, ну, просто крик Возмущение А сейчас нет, ничего, все нормально Все, как бы Я думаю, что Может быть, я какой-то ненормальный Но вот у меня такое мнение Что все-таки это очень вредно Нет, ну, смотрите Ведь если мы возвращаемся к телевидению Вот уже последние Ну, с тех пор, как исчезли старые песни о главном На первой и второй кнопке Просто ничего невозможно смотреть А главное, ничего не остается в памяти после него Но я предлагаю закрыть тему с телевидением Потому что я очень много лет об этом говорю И со всеми уже перессорился Хотя я приносил диск Пушкина на музыку Тухманова И рассказывал, что вот, посмотрите, еще одна песня Еще мы сделали И тут как раз 210 лет Александру Сергеевичу Я говорю, смотрите как Вот как раз И Аксюта мне говорит Какой Пушкин? Ну, у нас сейчас интервью Ну, ты что? Ну, какой Пушкин? И все И никто об этом не знает Да и не надо это никому Кто это будет слушать? Собственно говоря А аудитория Или 5% Или 95% Есть разница? Но я все-таки готов Знаете, в чем поспорить? К чему я вел мысль по телевидению Что это было несколько лет назад Но с тех пор, как на НТВ Появился квартирник И мы не раз это обсуждали Он-то очень прилично побил И первый канал, и второй Вот вы как это видите? А там все-таки песни Которые близки нам Нет, конечно Это какой-то шаг вперед Но ведь ни на одном канале Вы не услышите Лучшую поэтессу нашего времени Веру Полозкову, например Ну, нет такого канала Не, не, не Но может быть на культуре есть Нет, нет Культура, она в основном Двигает классическую музыку Потому что там нет слов И никто ничего не брякнет Такого А просто это музыка хорошая И хорошо, замечательно Но до нее До этой музыки Надо дотянуться Надо же вот, чтобы вот это все Там Это Гаммы поиграть Там и как-то Это очень Сложный путь Музыкальный Я сейчас вспомнил Что смотрю Среди этого всего И мы сейчас говорили о том Что я, собственно говоря Нодную грамоту Так и не выучил А вот Многие говорили о том Как выяснилось потом Что то, что сказал мне Балат Шалща Куджава Он сказал Олег, вы счастливый человек Вы знаете семь аккордов А я только пять Но ясно, что, конечно Он шутил Нет, он не шутил Он на самом деле Знал очень мало аккордов Но тем не менее Ее величество Мелодия Она присутствует Во многих его песнях Когда даже Шварц там ему говорил Что оставьте так Вот пусть это будет так Что я тут буду Переписывать Да Я, значит Хожу в этот В клуб самодетельной песни Мэри Муша Челябинского тракторного завода Открываю утром Почтовый ящик У меня письмо Отбыл атаку Куджавы Ну, это нормально, да? Дорогой Олег Я потом пришел в КСП Говорю, ребята Это разное Нет, Куджава Письмо написал Да Ну, нет Ну, мы перед этим, конечно Были В 86-м году Был такой Марш мира Когда всех бардов собрали И мы ехали Я пел свои три песни И у нас там заложились отношения Но Прошло два года И он увидел По телевидению Передачу С моими новыми песнями И написал Позвонил на телевидение Нашел мой адрес Я тогда жил в общежитии В Челябинске И написал мне письмо Потому что он такой любитель Эпистолярного жанра Вот Я ему Проверив все ошибки Написал ответ Чтобы не опозориться Дал на проверку Там Все Он мне написал второе письмо И мы с ним встретились В Переделкино И вот он Как он мне рассказал дорогу Нарисовал Схему там Как ехать Через Баковку Я так До сих пор туда и езжу И потом я понял Что ему С нами общаться Что мы для него Какие А он же Для нас Это просто Мы выходили Как после молитвы После каждой встречи Вот Я думаю Надо как-то закрепиться Надо что Ну что Так мы ему и надоедим Я говорю Булашалыч А хотите я вас С Макаревичем познакомлю Он говорит Хочу Я позвонил Макаревичу Говорю Андрюша А хочешь я тебя С Акужалой познакомлю Он говорит Хочу И я значит Пиксел И мы Выпили Провели вечер Замечательно Потом Значит я говорю Булашалыч А вот есть такие Барды хорошие Вашенька Васильев Давайте я Вас познакомлю С ними Вы хорошие Продюсеры были Да И давай Привозить туда Значит ему И все это Продолжалось Очень Здорово Как-то Мы вчера Опять-таки С моим Товарищем Русланом Смотрели И изучали Какие материалы И вот Вы так Везде заявляете Что вы не умеете Играть на гитаре Так говорите В этом уверенно Что Но когда видишь На концерт Все очень уверенно Исполняете На уровне Хочется Подумать Что вы кокетничаете Артист Просто артист Я же говорю Я все время Лицом И тут В это время Леонид Марголин И Родион Марченко И кажется Что мы вместе Это сделали Вот А на самом деле Там же Кварто-квинтовый круг Скромничайте Вы очевидно Мне Леонид Марголин Который играет На всех инструментах Когда я Приношу Новую песню Он Он грустнеет и говорит, когда же ты вырвешься из кварта квинтового круга? А, собственно говоря, я таким образом оторвусь от масс, от широких. В этом мое мордовское счастье, что я нахожусь вот в этой тоже, да? Потому что аудитория, если писать выше, пронзительнее и красивше, ты оторвешься от аудитории. А я и рад бы оторваться даже. Думаю, ладно, бог с ней с аудиторией, оторвусь, не могу. Знаний не хватает. И, конечно, если играть, не иметь такого гитариста рядом, конечно, народ довольно быстро подбирает ваши песни. Там где-нибудь в общежитии того же 9-го блока возьмешь там изгиб гитары желтый, начинаешь понимать, и люди, скоро лето, и с добрым утром, любимые. Это все все равно ушло в народ так, как, может быть, не ушло то, что сыграть гораздо сложнее. Попробуйте битлов, подберите сходу, тяжело. А мелодия-то у них тоже, в общем-то, на простых аккордах. Все-таки есть просто мелодия, а мелодия – это подарок бога. Вы напомнили мне сейчас, пройдясь по вашим песням, по главным шлягерам, или, как говорит, знаменитым песням, вспоминаю одну историю. Тот же самый пресловутый 9-й блок общежития Руден. И помню, влюбился я в красивейшую высокую девушку из Перми, будучи в баскетбольной командировке. Значит, что я делал? Я каждое утро брал магнитофон, спускался в холл этого общежития. Не знаю, сколько вам раз рассказывали подобные истории. На дисковом телефоне набирал этот аппарат. До сих пор мы с ней общаемся, замужем, двое детей. Но она до сих пор помнит, как в течение нескольких месяцев, к тому же и мама, и папа плевались от утренних звонков, потому что я ставил, молчал и ставил с добрым утром любимое. Но некоторые поступают по-другому еще. Поют мои песни и говорят, это я написал. И у них все получается. Даже такие случаи были? Да, но они потом признаются, говорят, я бы вам какие-нибудь авторские заплатил, но не знаю. Вот так вот, благодаря. Если сейчас вспомнить, как она вам написалась, как вам пришло в голову то, что потом действительно во многих дворах народ-то попортил столько асфальта? Имеется в виду с добрым утром любимое? На самом деле, заказное время, это песня, это между Нижним Новгородом и Балахной на дороге было написано перед этим самым многоэтажным зданием. И мы это увидели, думаю, вот написал для девушки. Там дословно было? Да, с добрым утром любимое. Прямо вот так вот написал человек. А Костя Тарасов говорит, давай эту самую песню напишем. И, собственно говоря, он написал мелодию. Говорит, вот я дописал просто ее. Ну, и, конечно, я ее маленько отрихтовал. Потому что вот эти всякие полутона получилось попроще и ближе к народу. Ну, неужели вы действительно это умышленно делали? Нет, не умышленно. У вас при этом так глаз не играет, что как будто вы шутите. Я это делал. Это было бы свинство с моей стороны, если бы я это делал умышленно. Потому что есть отдельные сегодня исполнители, которые обладают интеллектом, знаниями, а поют вот эту всю про тюрьму и про парашу. Как будто они отсидели 15 лет. И делают это специально для того, чтобы заработать побольше денег. Вот это нечестно. Вот это нечестно. Слава Богу, вроде уже 100 лет таких песен не слышал. Как? Включи первый канал. И три аккорда послушай. И гоп-стоп-мусорок. И все дела. Пожалуйста. Просто говорит о том, что ты молодой. Потому что молодежь телевизор не смотрит. О, там какая... Здесь есть тюнер, оказывается. Да, да, да. Вот иди. 1988. Восьмой. Тут здесь люди, которые не родились еще. Давай с тобой поговорим. Прости, не знаю, как зовут. Но открывается другим. Все то, что близких берегут. Ты скажешь все наоборот. Согласно логике вещей, но это редкий поворот. А может, нет его вообще. Ты помнишь, верили всерьез во все, что ветер принесет. И пусть у нас будничная хмарь не утомит желание жить. Но праздник и календарь уже не трогает души. По-новому, по-новому торопит кто-то жить. Но все ж, дай бог, по-старому нам чем-то дорожить. Бегут колеса по степенью, отстукивая степень. Гляди в окошко, не гляди. А все едино с теми. Гляди в окошко, не гляди. Ты только мне не говори Про невезенье всякий вздор. И степь на праздной брони За бесконечность и простор. Давай с тобой поговорим. Быть может, все еще придет. Ведь кто-то же сейчас не спит. Ведь кто-то этот поезд ждет. Сквозь вечер выкрашенный в темно-синий лилбастель Несет плацканую постель. Вагон, как колыбель сиреневу Струится дым с плывущих мимо крыш. Давай с тобой поговорим. Да ты, приятель, смеешь. Каждая песня обросла Каким-то уже за столько лет. Ну, 88-й год, наверное. И столько лет. Ну, она звучит вроде как и сегодня. Может пригодиться, да? Но вот этот бой, я сейчас понял, который я играл, это меня научил Анатолий Киреев из Челябинска. Он появился, ворвался в авторскую песню. Написал там «Подари мне рассветы зеленые палатки», «Пирогу» и другие песни. И вот я у него в палатке сидел и учил вот этот бой. Зато теперь не надо возить с собой ударника. Сам стучишь себе и все. А потом уже мы сыграли эту песню с Анатолием Ашеровичем Кроллом. Да, причем у него в джазовом трио у одного музыканта была фамилия Розенбаум. У другого какая-то тоже очень такая похожая. Вот. И сам Кролл он играл на рояле. А давай с тобой поговорим как... А вот действительно же так легко ложиться. И ведь это... Сколько раз так начиналось? Ставишь бутылку и давай с тобой поговорим. Ну а как иначе? Это же... Я же не придумываю, я же вам из жизни историю рассказываю. И все так примерно и происходило. Мне нравится, что вот иногда подходит человек и говорит фразу «Если бы вы написали только одну песню...» И я сразу думаю... Если бы они все время называли одну, то это было бы грустно, конечно. Но когда он говорит, вот если бы вы написали только песню «Авиатор»... И оттолкнувшись от оконного креста, как тень листа, я стану легок и словно съежится, уменьшится, растерянно отставка в квадрат двора, со стаей выгзавших пеленок. Я вот еду на машине в ключе и просто вот ее все время там... А вот эта, кстати, песня «С добрым утром, любимая» она... В Тольятти одна женщина, сотрудник ГАИ, даже, по-моему, начальник какого-то там отделения, ей тогда были аудиокассеты и коллеги записали 16 раз подряд песню «С добрым утром, любимая». И она ее на работе в машину вставила и весь день слушает вот так она у нее. Ну, конечно, когда люди слышат песни о себе, это же приятно еще с таким подтекстом. Просто когда слушаешь, нормальный человек, нормальный человек с душой слушаешь, и, возвратившись долго, я еще не сплю, пою и пью, а лето тает, в это время закрываешь плотно свой ангар, и никому не отварю, и начинается, можно тоже на репите трое суток прослушать. Я думаю, что-то мы как-то много про меня, и я как-то тут хвастаюсь. Нет, вы абсолютно, мне кажется, ничего его не хвастает, наоборот, у нас идет интересный разговор, просто действительно настолько душевно, настолько душевно вот в этих строках, и главное, все просто. И как, поэтому и идет вопрос, откуда находятся такие строчки простые, но в то же время, которые цепляют, я уж не знаю, если Александр Яковлевич сказал, что он пять поколений уже своих слушателей видели, я уж не знаю, уж, наверное, четыре вы точно видели. Кто их считал, как говорит Разумово? Не, ну, те, там, не знаю. Вообще, меня сейчас как-то заинтересовала тема забвения. Вот как-то это, видимо, возрастное, такая скоротечность всего. А еще, может быть, мемуаристика. Потому что, когда ты читаешь много разных биографий, когда у человека, вот, значит, вообще в любом фильме или произведении всегда интересно начало. Показывают какие-нибудь там те годы, как это было, как начиналось, все молодые, и потом во что это вылилось, и потом чем это, в конце концов, закончилось. И вот как раз мои соседи в поселке Советский писатель, вот все вышеперечисленные писатели, о каждом Александр Ганулич, один, кстати, потомок шахматиста Котова, он написал, он такой энциклопедист, он написал очень, ну, подробно о каждом, и печальная тенденция, что ведь там Сталин собрал, сначала он до войны собрал в Переделкино писателей великих, которых прикармливал, а после войны вот это была Красная Пахра, где уже они за деньги покупали себе вот этот пай, где-то там полгектара, и могли построить там дачу. И там у нас Владимир Мас написал «Дорогие мои москвичи». День прошел, скоро ночь, и вы, наверное, устали, дорогие мои москвичи. Я уже не говорю про Матусовского, который написал «Подмосковные вечера» там. «Если б знали вы, как недорогие подмосковные вечера». И «Миленький ты мой», и такие произведения были написаны. И потом эти люди все ушли. Остались потомки. Если сейчас посмотреть, из потомков, значит, никто не выбился, но мало того, это почти сплошь какая-то вот увядание, наркомания, пьянка и проживание родительских денег. Это какая-то тенденция. Но если это шире брать, то это же известные люди, поэтому мы о ней на виду, и мы можем об этом рассуждать. Но это касается всех нас. Это у всех происходит. Ну, конечно, бывает, что от поколения к поколению вдруг оказывается, что ты родился для того, чтобы родить кого-то, а тот родил уже великого человека. Как сказал, кстати, хорошо Филатов, Леонид Алексеевич, он сказал, «Все мы гумус, на котором когда-нибудь вырастет великий поэт». И если почитать поэзию и чуть-чуть начать разбираться, то понимаешь, что да, в общем-то, Пушкин, вот как он появился, и сейчас просто не найдешь, чтобы кто-то его перепрыгнул. Да, с другой стороны, я сейчас тоже читаю и Гондлевский, и Тимур Кибиров, и Бахыт Кинжеев. Я понимаю, что я к стихам не имею никакого отношения вообще, потому что это не стихи. Вот у них это настоящая поэзия. А то, чем я занимаюсь, это какие-то достижения гармонии с помощью слов и музыкальных подпорок. И вот да, оно как-то так действует. И может быть, как раз это ощущение гармонии, оно-то и есть главное, которое может произвести впечатление, если это звучит как-то естественно. Но по большому счету, как я пришел к выводу, что я-то по специальности психотерапевт. Может быть, поэтому и хочется напиться. Знаете, была такая история, когда решили создать союз писателей СССР. Сталин сказал, надо сделать, учредить. И писатели собрались и стали записываться там, кто какие произведения. И одна женщина пришла и говорит, ну я начинающая вообще-то, у меня только одно стихотворение. Они говорят, девушка, идите. Потому что, ну вы видите, собрались серьезные люди. Там Михалков, по-моему, принимал. И она уже на выходе говорит, подождите, а что за стихотворение? Она говорит, в лесу родилась елочка. А, подождите. И записали ее. Кстати. Теперь толкует о деньгах В любых заброшенных снегах В портах, в постелях, в поездах Под всяким мелким зодиаком Тот век рассынулся, который словом жить умел, Что начиналось с буквы «Л», Заканчиваясь мягким знаком. О, жгучий взгляд из-под бровей, Листанец сборника кровей, Что было содержанием дней, То стало приложением вроде Вот новоявленный мансард, Забыв про двор, Где ждут сердца. К двору монетному приходит Все на продажу понеслось, И что продать, увы, нашлось В цене все то, что удалось. Ни спрос не сходит, на интриге Явились всюду чудеса, Рубли раздув, как паруса, И рыцарские голоса Смехоподобны, как в Ирике. Моя надежда на того, Кто не присвоив ничего Своё святое естество Сберёг в дворцах или в бараках, Кто посреди обычных дел За словом следовать досмел, Что начиналось с буквы «Л», Заканчиваясь мягким знаком. И вот тут «Никому не хватает любви» Как раз выходит песня. Но любви почему не хватает? Никому не хватает любви. Но любви почему не хватает? Никому не хватает любви. Это очень большая на самом деле Больная тема о том, Что и ценности пропадают, И то, что уже не трогают какие-то старые вещи. Это большая проблема молодёжи. Мы на своём канале безумно радуемся, Когда там из тысячи комментариев Находим 3-4, которые пишут «Мне 19 лет, и мы с удовольствием слушаем, Не важно, Чижа, Розенбаума или Шахрена». И думаю, что, конечно, ещё не всё потеряно, но... Если бы они ещё написали «Читаем Пушкина»? Да ладно? Ну нет, такой маленький шанс ещё всё же есть. Например, вот я восхищён Серёгой, И Сергеем Юрьевичем Галаниным. Вот у него я дружу... Я вот никогда не думал, Что я могу подружиться искренне Там с 17-летним его младшим сыном, Потому что настолько он интеллигентно, Хорошо, со вкусом воспитан. И он читает Пушкина, И слушает правильные песни. Всё идёт из семьи. Это да, воспитание-то. Но вообще, пока мы не ушли от этого, Пришла как одна из записок многочисленных, Которые я собираю в книгу. Мне 22 года, А я каждый день слушаю ваши песни. Со мной что-то не так? Да, собственно говоря. А потом у меня же вот этот индикатор дома находится. Это моя дочка, которой 21 год. Ну вот с Жанной Бечевской вы же. Да, и поэтому все эти фейсы, И Тимы Белорусских, И, значит, я как-то краем хотя бы всё это задеваю. Это у вас звучит дома? Нет. Она мне даёт иногда послушать. Ну, у них же наушники. Мы даже не представляем себе, Что они слушают. Потому что они ушли в подполье. Мы смотрим телевизор, И она в разговоре всё время говорит, Ну вы же, а мы же. То есть у них своё, у нас своё. То есть это абсолютно... И как бы, как это не банально звучит, Но мы просто упускаем. Упускаем очередное поколение. Я вот не помню, Леонид Агутин, по-моему, сказал, Что становится стыдно слушать... Мы стесняемся петь или слушать песни своих родителей, Он сказал. Нюль. Вот это сейчас молодёжь может... Нет. А может быть мы раньше стеснялись, А сейчас мы пришли к песням своих родителей. Каким-то. Потом у меня есть ощущение, Что всё равно там до каких-то песен военных лет И народных песен В определённом возрасте люди доходят. Вот мне кажется, сколько поколений не было, Они потом всё равно эти песни начинают ценить. Каким это образом получается, Что я начинаю любить песни своих родителей? Потому что тогда мы их не воспринимали. Тогда для нас было как бы весёлые ребята, Гораздо интереснее там, Или какие-нибудь ансамбль пламя, Вымя, стремя. Всё это было синий-синий и не... А это вот всё... А сейчас раз, и ты всё-таки услышал. Дочка вашей песни знает? Ну, ей приходится. Во-первых, я на ней проверяю. Во-вторых, как-то мы даже с ней написали пару песен. Я взял и это самое записал, Зарифмовал, написал песню «Две печали». Её исполняет Тамара Горцеттель. Ну, и написала авторы. Дарья. Ну, это стимулировать, кстати, должно какому-то... Ну, она сначала тоже... Для неё это какие-то шутки, да? Сейчас она иногда гордится. Да, и там песня колыбельная. Это же про меня. Там написано так как раз всё. Её поют самоцветы. Вообще, вот это мне нравится затея альбома, который называется «Митяевские песни». Уже четыре альбома вышло. И вот Бабкины с ансамблем «Доми с Олька» и Иосиф В. Довичек Кобзона через, скажем, Макаревича и Ума Турман до группы «Нервы». И всё там исполняют. Некоторые очень даже хорошо. Четыре альбома, там минимум песен 40 получается, а то и 50, наверное. Больше, больше. И Трофим там, и Розенбаум спел, когда, значит, он услышал песню «Норильск». «В самую глубокую могилу я, каждый день спускаюсь, моя милая, милая моя, какие стылые поля и твердь земная, как хрусталь». Он говорит, да, эту песню я должен был написать, потому что я же в шахте, там всё знаю, всё. Обалденная песня. И потом он на дне рождения у меня как-то, я его попросил выступить, он говорит, ну а что спеть? Я говорю, ну вот хорошая песня на седьмом десятке лет, я забил на всё на свете. Он говорит, нет, но все же твои песни поют, какую спеть? Я говорю, ну вот ты же должен был написать «Норильск». Вот и спой. Спей. При огромном удовольствии. Да, и он её спел. Это, конечно, для меня очень почётно. Тоже мы пришли к песне про войну, это же… В осеннем парке городском вальсирует листва берёз, А мы лежим перед бороском, нас листопад почти занёс. Нет, но опять же, вот когда мы говорим о воспитании, что эта песня была, ну, где-то в самом начале, там, четвёртая или пятая, которую я написал. И она попала на воспитанную, подготовленную аудиторию, потому что эта аудитория смотрела фильмы о Великой Отечественной войне. Настоящие фильмы о Великой Отечественной войне. Великие эти и песни, и фильмы, и всё это впитывало. И когда… Это святое, когда ты поёшь, и люди это воспринимают. Но эта песня писалась вообще про осень и про двух пожилых людей, которые гуляют в парке. В осеннем парке городском вальсирует. И вот, как бы, вот такая пенсионная была песня. Потом она, когда этот маятник раскручивается, она зацепилась за одно, другое, третье, и появилась вот такая… Вот не смею равнять себе с гением, да, но вот спроси Высоцкого, как он написал песню «Парус». Парус, порвали парус, каюс, каюс, каюс. И вообще, о чём она, эта песня? Ну вот она на каком-то нерве и… Просто нерв там, парус, порвали парус, каюс. Ну, дремлет, как старый дед. А, дело в том, что до 30 лет я все песни, которые были написаны, даже и после… Это все мои песни про Челябинск. Кроме Норильска. Кроме Норильска. Кстати, вот песня о Тольятти тоже я всё время… Я написал песню, и её кроме «Нигде, как в Тольятти» нельзя петь. Да, Сочи приятен, но всё же в Тольятти И море, и солнце гораздо родней и теплей Но под неё отправляют поезда в Тольятти И где-то в центре поставили памятник Ну, не скажу этой песни, но там парень с гитары сидит И на скамейке, вот в латуне, строчки этой песни Не, ну, послушай, приятель, ты не был в Тольятти А, и там написано Послушай, приятель, вот это Тольятти, вот это мой город А здесь любовь и друзья Но там есть другой куплет Послушай, приятель, ты не был в Тольятти А значит, ты женщин красивых пока не видал Это в каком городе можно спеть? Я её неосторожно пел в разных городах Пока мне не стали отповедь такую давать Да ты не был у нас в Рязани Ты посмотри, что ты написал там Тольятти Аризанские наши Вот и всё Так что вот этот Ну, в основном я руковожусь южноуральским шовинизмом И поэтому все песни написаны про Южный Урал Я тоже перед подготовкой разговаривал уже с другом нашего канала С Сашей Ивановым Он передавал вам огромный привет И большую благодарность за две те песни, которые вы ему подарили, написали Да Да, очень он ими гордится И тоже было для меня открытием Я недавно их послушал И он сказал такую вещь Хочешь, я тебе помогу? Спроси про Конихова и про путешествия Олега Григорьевича Он нигде про них не рассказывает Он объездил весь мир И за пазухой столько интереснейших историй Ну, на самом деле я попытался написать мемуары Сколько стран? Это случайно получилось Потому что, как казалось Я смотрел на лицедеев Думаю, ну как эти придурки, мои друзья Вот им уже очень просто Они в любую страну приезжают Не надо никакого, никаких слов, ничего Вышел на цену А сися и всё Золотой ключик у нас в кармане А тут какой-то текст, как-то это надо переводить И это было невероятно Потому что, опять же, был какой-то у нас В институте физкультуры Огонёк И декан Анатолий Ильич Писарев Сказал, я побывал в семи странах Это Италия, Франция, Болгария, Чехословакия, Монголия Вот он это перечислил Я думаю, ничего себе, человек прожил жизнь И побывал в семи странах Это вообще никаким образом тебе никогда не светит Никак Сейчас это сложно объяснить людям Потому что, что, сейчас сел-то, поехал Ну, если пандемия купилась Вот, а тогда это было невероятно И вот первое вообще, как удар по голове Поездка, спортивная делегация от института физкультуры Рим, Неаполь, Капри, Помпея и Мальта Год какой? 78-й год, 79-й Это просто, ты не знаешь, куда смотреть На джинсы Или, значит, на эти... Огни баров и ресторанов На колесе, да? И огни баров и эти раздвигающиеся двери Вообще все Какой-то... Рим! Сразу мы прилетаем в аэропорт Леонардо да Вичи Это после Челябинска Рим, после Челябинска Когда в обкоме комсомола говорили Перечисляли города И говорят, мы посетим древнюю столицу Мальты Ла Валетта И у меня вырвалось Просто изнутри Как-то вот это... Как? Я думаю, неужели это вообще все случится? И вот как пошло-поехало Потом я как-то заметил один раз Мы с Рухановым были на Красной Гвоздике И как я-то туда попал, не знаю Но мы оттуда прилетели А, потом мы из Болгарии прилетели в Москву Пересели, улетели во Владивосток И оттуда это была перестройка из Владивостока На корабле в Филиппины Был такой круиз из зимы в лето Мы не уходили на Филиппинах Просто загорали и потом обратно Вот такой длинный перелет Потом обратно, с концертами И я думаю, вот ты смотри Как может жизнь так насыщенно происходить И вот с тех пор, прошло 30 лет Все вот так вот и происходит То есть вот так вот и все происходит И Южная Африка, и вся Европа И 400 концертов в Германии Сколько? 400 концертов мы дали в Германии Я вообще не предполагал, что там есть столько городов Но просто мы в нескольких городах выступали по нескольку раз И в общем просто у нас был проездной на поезд И мы ездили, жили там где-то по квартирам Ну в общем нами занимались там немцы Это была перестройка, нас очень любили Сейчас разлюбили Сейчас позакрывали все в институтах отделения русского языка И все А зритель какой был там? А тропия Зритель какой там был? В Германии В том-то и дело, что это были немцы Мы выступали перед немцами И даже иногда Ну вот так вот получилось Что они делали переводы И интерес был огромный И даже мы как-то выступали в Бонне С Градским Значит у него вот в один день И у нас в другой день Мы там пересеклись И немцы говорили Ну что это такое? Что это? Мы пришли послушать русского певца Вышел человек Поет по-английски Разговаривает по-английски Ну где тут русский человек? Нам же надо А я вышел сразу и на русский Коряво, очень коряво Разговаривает по-немецки Английский не понимает И мы на русском языке Все это пели Ну, конечно, приходилось петь Ой, мороз, мороз И вот отдельная история Красивая с песней Огонюк Значит И врага ненавистного Крепче пьет паренек Я думаю, что мы поем в Бонне За советскую родину За родной Огонек Да, ну нет Это очень Насыщенные были Годы И мы потом приезжали И потом Такая показательная история Очень многие студенты Выучили русский язык На песнях Митяева Но мы В один из приездов Когда ездили по Германии Вот как поставили кассету Нам поставили немцы Кассету Чижа И мы ее слушали Всю эту поездку Вот так все замкнуто Вот А потом я приехал Сергей Николаевича девица Приехал в Германию И какой-то мальчик Я ехал там в электричке В какой-то Он так сидел Сидел Такой подросток Что-то на меня Посматривал Потом его остановка Он соскочил Сказал Олег Митяев И выскочил Немец Ну просто Он это Коряво С акцентом сказал Я думаю Дожил В электричках В Германии Люди узнают А звучит это Приблизительно так Вот так вот Приблизительно Когда я пел по-русски Это было такое У них отношение Они так вообще Внимательно Слушали немцы Но и улыбались Как дураки И было понятно Что им непонятно Хотя у них был подстрочек Но надо было Либо туда смотреть Либо сюда Но как-то приблизительно Даже переводы Очень были приблизительно Да нет Ну как понять Такую русскую душу Что я Когда я запел По-немецки У них изменились Глаза и лица Да Но я не понимал Что я пою Ну как-то Потому что Перевод Он очень Это же творчество Но все равно Как немец Может понять Что Затопим и печь И болтая Налепим пельмени Ну конечно Это надо Это надо Надо прожить Отдельную жизнь И когда ты Погружаешься В язык И там Я тоже понимал Что когда ты Говоришь Какие-нибудь Фразы Из художественного Фильма Немецкого Они тоже Не знают Наших фраз Там Шорты Брюки Перевращаются Ну конечно Перевращаются Брюки Что О чем Вообще Откуда Даже если Ты прекрасно Знаешь русский язык Если ты не Прожил Или когда ты Там говоришь Кайны паник Ауфдер титаник Это тоже Из фильма Они сразу Тебе начинают Вваливать По полной программе Потому что Это такой Сленг Или Тотехозе Это значит Очень скучно А дословно Это мертвые штаны То есть Это вот Ну Это уже Такие Нюансы Ну и я Конечно Выучил Например Фразу Ванзин Это По немецки Звучит Как Эмейзинг Но Они тоже У нас Многому Научились Например Драть тебя В спину Такие Какие-то Выражения Я никогда Немец Кому-нибудь Из русских Говорит Ну что Вы знаете Что-нибудь По-русски Да Знаю Что Драть тебя В спину Сколько Все же Вы не подсчитывали Сколько Вы Объездили Нет А в принципе Как-то Мы Вот У нас Осталась Австралия Неохваченная Но Собственно Говоря Я туда Должен был Полететь Провожать Конюхова На Когда он На воздушном Шаре Летал И потом Туда же Приземлился Это было Пару лет Назад Но они Никак Не могли Выяснить Когда они Вылетают Поэтому Чуть ли не Месяц Он ждал Месяц Полтора Новость С этого Начиналось Вылететь Для Конюхов Да И в конце концов Он вылетел Но Мы как-то А встречать его Полететь Это тоже Непонятно Куда он Приземлится Он тут даже Приземлился У вас Многолетняя С ним Дружба Ну Это тоже Как бы Приятная История Что он Берет с собой В путешествие Мои песни И поэтому Я везде Побывал И на Эвересте И В общем Везде Вот Один Эверест Чего стоит Да И мы Подружились Конечно Не На Эвересте Я В качестве Сублимирован Мои песни Там побывали Я-то думал Я думал Мне уже Пропустил Когда-то Очень давно Федор Кунюхов Делал Путешествие На велосипеде Сейчас уже Об этом Никто не помнит И проезжал Он опять же Мимо Нашего Замечательного Челябинска И увидел Красивое Озеро Тургаяк И он там Остановился И Люди Это помнят И сейчас Там Проходит Регата Федора Кунюхова Там есть Дом Федора Кунюхова Там же Есть дом Олега Митяева В этом Санатории И Мы там Иногда С ним Тоже Встречаемся Вот Поэтому Нас Как-то Многое Объединяет Не знаю Как-то Жизнь Сводит Все время Песню Вы ему Написали Да Да Песня Тоже Вот Я сейчас Сейчас мы Хотим там Поставить Маяк Потому что Песня называется Маяк Мы на Туговике Хотим поставить Маяк Посвященный Федору Кунюхову Вы только Зажигайте Вовремя Маяк И Никогда Вино Не Запивайте Грусть А так Если бы Помечтать Все Что Прошел Конюхов Не в качестве Песен Побывать А вот Так С ним Пройти Нет Я даже Я даже Как-то Вот Это Самое Хотел Опять Ну Как-то Жизнь Так Складывается Что Я думал Раньше Что у меня Плохо Как-то Неинтересно Как-то Складывается Жизнь И Потом Я сейчас Припомнил Очень много Таких Случаев До утра Можно Рассказывать Но Я как-то Написал Песню Про Непала Ты Увезешь Мою ангину С собой Я это Все Уже Заранее Знал Через Туманы Над Тайгой Голубой В Непал В Непал В Непал И Спел На телевизии И мне Значит Позвонили Способствия Непалы Предложили Путешествия По Непалу Я не знал Что Трекинг Это Пешком Согласились? Да Я согласился Я побывал В Непале Там еще И был И рафтинг Помимо Трекинга И мы Как Перевернулись Я Сказал Говорят Завтра Вообще У нас Очень Сложный Будет Такой Переход Очень Опасный И Значит Все Как-то Собрались Я говорю А можно Как-то Его Объехать? Они Говорят Ну Можно Конечно Но Это Вообще Такой Помощь Не надо Проверить Ребята Я Давайте Я На машинке Там же В эти Вещи Всякие Повезут Давайте Я с ними Так Вот Проеду Ну Ладно Все И они Прошли И Победили Там Эту Веку Марсиане Вот А я Приехал Там И Все Так Мы С ними Выпили Опять Хорошо И На Следующий День Нас Как Бортануло Там Все Вылетели Так Перевернуло И У меня Вылетела Рука И Какие-то Китайцы Мне Вставляли Ее На Место Это У меня Несло По этой Марсианде По дну То Что Ты Кандидат Мастера Спорта По Плаванию Не И Так После Катманду Катманду Я Купил Себе Атлас И Сказал Вот Дорогой Олег По Атласу Можно Попасть В любую Страну Мира Я Буду Путешествовать По Атласу Атлас У меня Дома Лежит Так Получается Вы Через Опасный Порог Не Поехали Ничего Не Случилось А Когда Было Не Такое Безопасное А Вот Они Там Навернулись Вместе Со Мной Судьбу Не Обманешь А Мы Как-то Сидели Ждали Какой-то На Телевизионе С Лешение Марголиным Это Самое Какой-то Своей Очереди На Телевизине И Что-то Я Говорю Ну А Вот Если Мы Перенеслись Лет На Сорок Назад Вот Что Б Ты Делал Я Ему Говорю Леня Говорит Мишел Мамбел И Вот Пошел Перечислять Такие Хиты Отель Калифорния И Слова Не Помню Музыку Помню Слова Кстати Часто Задаю Вопрос Вы Не Смотрели Естерой Вы Напомнили Просто Эту Тему Смотрели Фильм Нет Не Посмотрел Да Фильм Почему Вы Мне Напомним Там Классный Фильм Когда Весь Мир Не Знает Битлз Один Парень Обязательно Посмотрите Он Конечно От него Больше Ожидал Но Идея Шикарная Но Вообще Это В какой-то Степени Про Меня Потому Что Я Ж Мы Печатали Вот Эти Фотографии Битлз Да Мы Знали Что Кто Из них Маккарт Никто Леннон Вот Но Красивая Черно-белая Фотография Такие Такие Вот Здесь А у Тебя Такие Есть У Такие Там Фиксаж Проявитель Закрепитель Глинцеватель Все Дела Все И ты Подходишь Человеку Говоришь Давай Я тебе Фоточку Подарю Возьми Тот Счастливый Вот Это Вот Да А то Что Они Там Пели Что Какая Это Шняга Что Вообще Английский Я не понимаю Кажется Выделываются Какие О чем Они Я Жил Себе Уже Мне 30 лет Уже Использовалось И Я Так К ним Относился Как К Фотокарточкам Каким И Вдруг Когда Пошли Плееры И Мы Ехали По Чебаркульскому Району Челябинской Области Где-то Между Лесами И Вдруг По Башке Тебе Я Уже Думал Не Будет Этого Первый Человек Это Случилось Это А Год Какой Я Два Месяца Вообще 88 Год Не Верю Нет Это Уникально До сих Пор Мне Часто Снится В Белом Платье До сих Пор Как будто Я Влюблен Это Я Знал Ну Это Живот Да А Это Жовем Другое И Тут Вдруг Я Это Услышал Не Ну Вы Сейчас Меня Шокировали Если Честно Я Сам Был Шокирован Но Это Какое Счастье Я Сейчас Составляю Как Очень Многие Видимо Сейчас Сказали Мне Точно Это фильм про вас Кстати Нет Но я Пришел К этому Что Я Составляю Рейтинг Митяева То есть Я понял Я стал Как обычно Думаю Надо записать Это Самый Какую-то Кассету Как раньше Я на Кассету Записывал Лучшие Свои Песни Которые Мне Нравятся И Вот Я Туда Все Соберу И Поставлю И Буду Слушать Подряд Там 40 Произведений Но Все Эти Произведения Они Мне Нравятся Просто Ты Записываешь Такое И Слушай Балдеешь Может быть Найдутся Люди Которые Полностью Со мной Совпадут И Им Тоже Это Понравится Надпись Красивая Смотрит В окна Любимой Периферия Ну А вчера Приглажили Попеть Люди Милые Но Незнакомые Я Им Пел Чтобы Дом Согреть Свои Старые Песни И Новые Только Песни Та стали Не те По-другому Поется И Дышится Мы В разлуке Уже Столько Лет Не болит Ничего И Не пишется Хоть Бы Раз Суета Нас Свела Пусть Больными Лиши И Умей А Какая Бы Встреча Была Если Все Были Живы Мы А Какая Бы Встреча Была Если Все Были Живы А С чего Бы Казалось Хандрить Ты Такой Чем Более Тебе Более Более Убит Казало Дышит Чтобы Если бы все были живы мы Я ушёл, чтобы весел был дом Хоть шептал хозяйка, обидимся Почему мы так глупо живём? Почему мы так долго не видимся? Почему мы так глупо живём? Почему мы так долго не видимся? Субтитры сделал DimaTorzok